Друзья, привет! Дмитрий Корниенко, Александр Ковалев, 9-10 ноября, 2024 год. Дим, привет! Привет! Мы тут чуть-чуть пропустили, к сожалению, недельку-другую, но мы ж не в стабильной Беларуси живем. У нас тут то наводнение, то квадроберы напали на город, поэтому уж поймите и простите нас, пожалуйста. Вот, за это время, как обычно, сейчас посмотрим, попытаемся порассуждать, что интересного в Витебске произошло, и не столько даже события, как обычно, мы говорим про какие-то динамики, тенденции, изменения, что происходит. Просто сами все новости, конечно, как обычно, ничего интересного там не находится. То, что гос.СМИ писали, но не написали между строк, попытаемся тоже понять, чего они хотели нам сказать, ну, в общем, поговорим. Что, за этот период одна из интересных тем новостей, о которых я предложил бы поговорить, это все-таки назначенный день вот этого электорального мероприятия январьского по определению, кто будет управлять страной в следующие пять лет. Насколько неожиданно, Дим, для тебя была дата? Ну, не, ну, там были же еще разные инсайды, что уже зимой будет, что улютым, а то, что еще на месяц ранее решили провести, ну, да, не шиканно. Ну, хотя для меня их логика, ну, не совсем зазумела. Да, хочется, там, худшей провести, али все равно там быцем бы зимой люди больше спокойные, там, в депрессивном стане, ну, быцем бы. Али для меня, ну, это не та логика, якой надо обыкроваться. Ну, и калиб я был там на их местах. Ну, да, и мы все-таки с такого республиканского уровня постараемся особо туда не вылазить, потому что другие для этого медиа есть и не сильно интересные, и не так много у нас информации все-таки из Минска. А по Витебску проще оперировать с теми данными, которые есть. Уже назначили на этой неделе, когда прошла информация по назначениям председателя избирательных комиссий? Да, в этом четверг, напевно, шестых, думаю, да. А пошли рабочий день на этот день. А, пятница ж выходной. Вот видишь, как мы с тобой даже отстали, да, от этих всех праздников. Назначили сильно много новых лиц. Кого ты там заметил? Ну, на Нарвец, на ЯК, СБРСМ, да, новое. Ну, я так и не совсем сошел ранее, но Теплякова, как бы, либерально-демократичной партии, да, и, мне кажется, не было ранее старшиня. Ну, а остальные, ну, шмат знаемых, конечно, особо. Я, наверное, воглядел кого, ну, не был тот же хрол, это идеолог наш, и его не взяли, хотя он довольно молодой, и чему его не взяли, меня зацекало. Ну, например, вот я ранее был. Ну, опять же, лица все те же, о чем эти лица задумчивые, на что они надеют, на что рассчитывают. Ну, видишь, все-таки мы постоянно говорим про то, что сами же выбор, опять, понятно, что цифры нарисуют, цифрами никого не удивишь. Это же вообще цель, цель этих электоральных мероприятий, то есть для чего их вообще проводить? Взяли бы, да, поотменяли бы. Понимаешь, вроде бы уже какой-то же институт создали в виде этого ВНСа. Все, сидит там человек, которого назначают, ну и все, и не надо было бы эти выборы проводить. Ну, для чего-то же проводят. И цифры, как по мне, 99,99% сидящих и в зале, и в выборных комиссиях, все понимают, что там все сильно сфальсифицировано. Даже, может быть, и не на их местах, а там где-нибудь выше нарисовали цифры, ну и все. Вот, но вопрос в том, что вот эта показуха, она такая, как будто, знаешь, как будто специально. Вот надо показать, смотрите, вот мы можем сделать все, что захотим. И тем самым, скорее, тут просто дрессируют на всех уровнях всех этих чиновников, просто как собачек. Знаешь, там надо такие цифры написать, и они и рисуют, и пишут. Хотя, там по факту, ну какая разница, какую цифру написать. Знаешь, когда это в каком, в 20-м году говорили, что покажите вы какие-то более-менее адекватные цифры. Даже не в 20-м, в 20-м, может, уже было и поздно, но там раньше. Ну, так оттуда же задача ни у кого не стоит, кого-то в чем-то убеждать, что там цифры адекватные. А скорее задача показать, что, смотрите, мы можем сделать все, что захотим. Любые цифры написать и нарисовать. Ну, все равно, я, значит, не только так нахабная сеть вели, и они, ну, хочется сделать имитацию, что выборы проходят в Украине. Ну, а вот я про мову, это ха-ха-мы, слуху. И он, ну, так, ну, калик не ведать всю фабулу, можно подумать, что он, ну, не экзеклево каже. А он, ну, про мову казал, что, вось, мы забеспечим справедливые, там, ну, гэта выборы, и сделаем так, как у кожного было право проголосовать, и усе забеспечим, ну, в деле законности и справедливости кожного выборщика. Ну, ну, то бог, вось, ну, на серьезном слове, правда, так каже. Ну, так на серьезном, это же, знаешь, как в театральном каком-нибудь училище, надо отыграть одну роль, вторую роль. Ну, да гэти, по сути, они уже давно превратились не в чиновников, в каких-то этих клоунов-театралов. Вот они и отыгрывают. И себя убеждают, тех коллег убеждают. Там про избирателей никакой речи не идет. Это вот исключительно мероприятие для внутрисистемное. Показать, насколько вот эти все собачки-клоуны готовы делать все, что им скажут. И, понимаешь, я там раньше пытаешься еще какие-то слова подбирать, чтобы не то, чтобы не хочешь оскорблять, а просто не хочешь переходить на какие-то такие. Ну, по факту же так и есть. Ну, то есть, ну, абсолютно какой-то, как в цирк попадаешь. И мы, говорю еще раз, не говорим про Минск. Там в Минске эти клоуны пускай сами между собой разбираются. Ну, вот на местах вот эти люди сидят. И там в первую очередь даже, как они потом будут со своими детьми разбираться, показывать, говорить им что-то, объяснять про какие-то ценности, про какие-то ценности расскажешь, когда на ровном месте обманываешь всех. Ну, там, глядись, больше как это ж... Да, довольно пожилые люди, яки уже все. Ну, там, их сомнения уже... А мы едем. Слушай, ну, какие пожилые? Ну, слушай, ну, вот смотри, вот фотография. Ну, половина... Морится, хама, эти хама, ну, не веду я, какой натиск. Вот. Ну, все, а кто остальные? Остальные уже дядули и бабули. Ну, а кто из сейчас молодых? Всего больше нет, никого. Ну, окей. Ну, вот эти, допустим. Ну, а все остальные товарищи, которые в таком нашем флешмобе? Ну, про флешмоб, да. Это уже особенность. Да, это Зоиде. Ну, давай вернемся по колле еще до этой комиссии. Глядей, по-перше, в первую очередь издается их прозвище, ну, не написали. Хотя, ну, и так сразумело, ну, тут больше у всех ведомых, и они ранее удельничали. Ну, на то, что приховывают зараз эти данные, ну, мне не сразумело. По-другому, ну, ранее створались эти комиссии. Когда я не помыляюсь, на них приходили на зеральники. Ну, там, люди могли поглядеть, как створается эти комиссии, ну, там, как назначается старшиня и все такое. Тут мы бачим неких незнаемых людей там сзаду сидят, сидят два человека. Может, я, ну, неделю в этих их провели, неведомо. А смасштабируют меньше фотку. Там, в левом кутку в форме стоит. То есть, на то, как, ну, так вот, на угол выглядит ситуация, что в створениях этой комиссии, ну, ведется под дулами автомата. Ну, 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 того, что Стогены створили, эту фотку мне не заразумело. Да, потому что Когда мы тоже про это Почти каждый созвон говорим Когда отбор идет идеологически А не по каким-то профессиональным качествам Это же страдает на всех уровнях Начиная от какого-то ветеринарного врача В колхозе Который не может лечить животных И заканчивая просто репортерами Которые фотографируют Сколько раз мы говорили Когда там не очень Красивые фотографии Публикуют всяких чиновников И я не думаю Хочется подумать, что это какая-то провокация Каких-то Честных журналистов Ну так это же не так Просто руки из одного места растут Человек снижен Все из одного места И ноги и руки И на всех уровнях такая происходит история Просто обидно за то, что Устаешь что-то объяснять, доказывать Кому доказывать, зачем доказывать Насколько это надо Кому-то Непонятно Ты знаешь, эту картинку Все сами себе создали Ну это я поцениваю, что этих людей мы сможем Я отлучился в будущем Протягивать Но это не ты люди Кто может стать Объектом криминального проследа Ай, смотри Я не знаю Лично у меня такой цели нету Потому что Во-первых Тут Устанем всех А кто работать останется Это во-первых Во-вторых, знаешь Очень сложно судить Когда все в разных ситуациях находятся И Ну кого-то заставили Кого-то не заставили Я про другое хотел сказать Понимаешь Судить их Там другой суд будет И я не говорю, что там Ну там просто банально дети Да Мы не проговорим какие-то там Высшие силы Да Просто банально перед детьми Как они оправдываться будут Как они детей воспитывать будут Как они, говорю Про те же ценности рассказывать Как они будут Мы про церковь Про это уже постоянно говорим Про какие можно там Миссионерские Цели, вещи говорить Когда они просто Через раз Ложатся под Исполковские власти Понимаешь И ну Про что речь идет Они на одной фотографии Там крестятся Двумя руками А на следующей фотографии Ну это была такая история Не веду Те ведаешь Ты там Ну у немецкая женщина Прошла на выставу Ну и были фотосдымки Там В периоду Холокосту Ну уж дорослая женщина И она разглядала Хэтэ фотосдымки И побачила На одном з их Сваего батьку Офицера СС А я надумала Все же те Что Ну он был войсковец А лей Ну что он Уделеншил Укарных Гэтых Акциях И она Ну не думала Ну и не ведала И она Весь час Думала Что и батьки Ну нормальный Ну хоть И он и был Войсковец И после того Как она доведалась Что он Был Уделником У всех Это Ну Кокарником Ну я Скончила Житие Самохубцем Вот Ну Но Тобок И да То, что ты Рассказываешь Для меня Так само Ураживая Что вот Гэта Дети Тих людей Кто Зараз Сидит Тут Ну Я Гэта На их Будуч Не потом Адабьется Гэта Пытание Я Всегда Вспоминаю Когда-то Летал в Дагестан В Махачкалу И там Разговаривал Как они там Я не знаю Как они называются В этих Кавказах Мусульман То есть там Старейшины И он говорит Что сегодня Ну Мы не можем Мы не в силах Детям Дети выходят В интернет Читают Находят там Каких-то себе Символы Находят Каких-то себе Авторитетов В интернете И мы не можем Абсолютно Этих авторитетов И символов Как это Ну Свой авторитет Вернуть обратно Вот И здесь то же самое То есть просто Банально Там знаешь В интернете Все что угодно Можно найти И отключить И запретить Это же не выход Надо Себя показывать Как пример Когда Там на тебя Будут дети равняться Тогда и Никакой интернет Не поможет Никакие там В интернете Никого ничего Не испугают А когда Ты на своего отца Смотришь А этот отец Вот участвует Таких вот Во всех Тех собраниях И кивает Еще знаешь Там одно дело Просто пришел Ты там посидел А другое дело Ну то есть Активное Участие Следующий момент Там Меня заставили Только никто Тебе не заставлял Никто тебя не заставляет Никто не хочет Я еще знаешь Там еще лет Там 5-10 назад Мог поверить Что там может быть Кого-то действительно Насильно заставляет А сейчас Достаточно много Мы про это тоже Постоянно говорим И с вот такими Косвенными факторами Со стороны Видно Что достаточно много Идет обратные связи Что Ну никто Никого не заставляет Все абсолютно добровольны Не хочешь ты Там участвовать В этих Все пожалуйста Да Там свои должности Ты можешь лишишься Ну и О чем мы говорим Про то что ты потеряешь Там 100 долларов зарплаты Нет у них там Никакой-то космической зарплаты А что там хама получает Что там 3000 рублей А директор школы 2000 Ну вот за что За что человек борется За эти деньги А потом еще и скажет Что ребенку скажет Так это же я для тебя Чтобы у тебя все было хорошо А дети такие Что Они скажут Нафиг нам твои деньги Понимаешь Были бы там еще деньги Про что мы говорим Про 100 долларов Ну да Поэтому Вот Понеслась Флэш-мобов По Витебску Целая Целая акция Это опять К вопросу дрессировки То есть Ну никакого Практического смысла В этом нету На кого они повлияют На что они повлияют На какая у них аудитория То есть Кто это Это лидер мнения Какой-то Вот эта девочка Сидит и говорит Что надо Кто это Никто и ничто И на кого Она нигде не повлияет Это показать Что мы Вот эти вот Собачонки Которые готовы Делать все Что Чтобы Опять же Что Чтобы Свою лояльность Так это лояльность Во-первых Они этим не подтверждают Я уверен Что какие-нибудь Кто у нас там ОАЦ КГБшники Кто Аналитикой занимается Я уверен Что там ни про кое лояльность Уже давно речи не идет Просто Это люди Которым вот Сказали сидеть Мы будем сидеть Сказали голос Мы будем вот голос Но не про лояльность Лояльность даже не нужна Этому Ни Минску не нужна Ни никому не нужна И вот оно Пожалуйста Была бы речь Про лояльность Скорее бы тоже Какие-то Показатели Стояли бы Качественные То есть Вот посмотрите Идеологическое мероприятие Какое-то проводится Покажите Насколько вы вовлекли В это мероприятие Но Никто же даже Не пытается Заинтересовать Вовлечь Молодежь Еще кого-то Просто для галочки Для картинки Показать И всех Кто устраивает На всех уровнях На всех уровнях Абсолютно Вон эти Витебские вести Практически Все у нас Тоже интересно Было бы на самом деле Посмотреть Просто не хочется Время на это тратить Кто принял участие В этих флешмобах Кто проигнорил Там Последнее время Мы Так Пристально следим За Орловым Который тоже В 2020 году По локоть Запачкался Во всех И фальсификациях И тоже Это делал Показательно Показывая Свою силу Власть И Председателем Горосполкома Побыл А в итоге Мне кажется Сейчас В парикмахерской Сидит И ни о чем Не жалеет И Вот Честно Честно скажу Не смотрел Но почти уверен Что никаких флешмобов Они не снимали Могчим Могчим Нашел ты время Посмотреть Эти флешмобы Ну не Я мало Ну то и что мне Траплялась На лочь Ну и то и там Были же Там Плумачения Что некоторые Ну там Спартовцы Наприклад До них Пришли Ну там Треба записаться Пять секунд И они Наверное не ведали В чем Записываются Ну то Бог Это Такое Ну там Зразумел Что витебские Веси Яны Ну Сведома Это Рабили А вось На Протприемствах Это Соправдой Могло Быть Так Навод Несведом Сказали Что вось Тут Треба Что себе Записать Сказать Слово Если Еще Тоже Может быть Кто-то Недооценивает Я не знаю Как Все Относятся К подобным Записям Это же Не то Что мы Какую-то Черную Книгу Беларуси Ведем Во-первых Не ведем И цели Такой Уже Давно Не стоит И Прям Не хочу Я на это Силы И время Тратить Я же говорю Тут другие Люди Будут судить Вопрос В том Что Это В интернете Хранится В архивы В большие Архивы И Со Сформировать Какое-то Такое Досье Ребенок Да даже Не то что Ребенок Это прямо сейчас То есть Ну гуглится Фамилия Там вот Очень часто Ты с кем-то Созваниваешься Разговариваешь Встречаешься Познакомился Просто-просто Тупо в гугле Фамилию забиваешь И уже на сегодняшний день У тебя там список Прям Статей Про человека И можно сформировать Какое-то уже мнение А придет Не сегодня-завтра Соцсети будут такие Которые будут автоматически Генерировать Твоё портфолио И вот в этом портфолио Будет Мало того Что ты там будешь А во-вторых Ещё и будет На тебя То есть Вот оно будет На детей То есть Дети А про них ещё будут Вот А родители были такие А дедушка был такой И участвовал там-то И там-то И И не просто всё подряд Тут же проблема Любого архива Архив собрать не проблема Проанализировать проблему На это может ресурсов не хватить А вопрос Там Сегодняшнего Искусственного интеллекта Уже Это делается А подождите Пять-десять лет И говорю Это будут архивы Автоматически генерироваться И И аналитика Уже будет там Автоматически проведена Почему никто не думает? Ну Живут у мамы Ну Многие Ну да Шероховые Работники предприятия Такие Ну Про Отказанность на будущее Не думать бы Не ведали Учим Ну Неудельничать А вот пропагандисты Да Я не в моменте Сегодня Пирожить бы ночку Не И все А что там будет Далей Не ведом Так что Сегодня в Полоцке Дожинки У нас Я что-то думал Что уже везде Все попрошло Что это у нас На зиму Глядя Ну 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 Я Я Я Я Я Я Я Я Я Уборочная Хотя Ну Быцем бы там Два месяца Я Я Наскончилась А Я Я Я Я Я Я Я Единственная В Европе Оплот Демократии Стабильности Мира Добра И Наша история Насчитывает Уже Несколько тысяч лет Там не знаю Еще чуть-чуть подождать И скажут Что Библию Мы придумали Они Они Никто Либо Другой А Эти Американцы Всего лишь 200 лет Живут И вообще Придуманная нация Вот С такими Риториками С такими Тезисами Ну Ладно Бог с ним С этими тезисами Вопрос в том Что Если на землю спуститься Опять возвращаясь К цифрам Те которые Проводили Приводились Вот Пожалуйста Там Мы Витебск Превратим Мне кажется Каждую пятилетку Витебск Превратим В супер Аграрный Регион Что там Мясо Молочная Отрасль Поднимется Пойдет в гору Опять же Фактически За счет чего Это все будет делаться Понимаешь Ну конкретно Что Что планируете Изменить Чтобы Там ситуация Улучшилась Мы Постоянно На статистику Ссылаемся Которые Нигде не публикуются В моменте Только публикуются А потом Все благополучно Про нее забывают Все падает вниз Все Вот все Что только можно За все Что не возьмись Все летит В тартарары Поголовье Что Коров Падает Свиней Падает Урожайность Падает Рождаемость Падает Количество Населения Падает Рабочих Мест Падает Все Падает Понимаешь А тут Про какие-то Мифические Свиньи Я недавно Доведался Что У суседней Псковшине Мене Чем Витеб Но У нас 400 тысяч Свиньев По голове Свиньев Более Свиньев Чем На Витеб Ш Некий Узрыв Мозга Кали Парал И Чему Это Так Здарвалось Я Не Уявляю Что Такое Могло Здарваться Что Такие Непарал Маль Незуси Вы Некий Ну Видишь Чудес Не Бывает Мы Практически Всегда Говорим Про Вот Этот Естественный Отбор Кадров Когда Идет Отбор Не По Знаниям Про 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 Причем со старта С обучения Со Студентов Преподавательский Состав Дальше Потом Работники На Предприятии Уходят И Какому Результату Можно Прийти Когда Ну Просто Гляди У нас Номенклатура Чиновенства И она Заточена Под Ветеринар У нас Губернатор Под Ветеринар Заточена Оно Под Лояльной Заточена надо новое слово придумать а без таким оттенком ветеринарности у нас много кадров стоящих в вертикале они выпускники ветеринарной академии но крыху они должны разбираться в агропромысловости но вы не за всем проезжие окажете ну вот я тебе говорю тут надо новое слово придумать здесь даже не лояльность а какая-то так а слушай вот ветеринары может они какие-то эти инстинкты Павлова вот эти собачьи отрабатывают может у них это какие-то там высшая цель не надо там страну кормить свиней кому эти свиньи нужны хлеб есть так и хлеб тоже тоже всегда сравнивают с урожайностью там и Литвы и Латвии и Польши вот соседние страны которые никакого такого повышенного внимания не уделяют этому сектору экономики нет какого-то культа зерна да вот это у нас в кабинет что ни зайди везде вот это наша главная задача молодьба и хлебоздача все Польше ничего не нужно стране дальше делайте в этом что хотите никакой нерождаемости ни экономики ничего хотя опять же он про экономику вон наш фронт экономический ну так если наш фронт экономический так надо что-то же делать а кто делает Субботин который там профессор паразитологии паразитами паразита других паразитов ловить надо сидит он и обидно что понимаешь я уверен что тот же брыло то есть никто ни за кого не заступается то есть я уверен что Субботин прекрасно знал ситуацию по брыло в том плане что там нету никаких уголовных составляющих но сидят себе тихонечко этот свое место держать и плевать на друг на друга вообще когда где вообще когда было такое чтобы там кто-то за кого-то заступался там какие-то своя команда была нарабатывалась эта команда там продвигалась куда-то выше ну максимум что мы видим это там секретаршу кто-то за собой таскает сзади и все не более того команды как таковой ни у кого никогда нету а почему нету потому что для работы для слаженности это надо но это же сознательно все делается для того чтобы не дай бог не сформировалась какая-то ячейка анти минская вот и все и плевать на результаты видишь тоже еще последнее время я лично заметил мне кажется мы так какую-то таблицу не сводили в цифры мне кажется все-таки имеет место быть практически нету ну то есть показатели статистика все падает стремительно вниз там темпы ускоряются по многим позициям но вот таких вот прям задержаний серьезных ну Брло это как исключение скорее у нас весь час падали показчики в хруппромысловом комплексе но и он был инспектором по Витебшине потом был вице-губернатором а зараз пошел министром сельской господарки но то бог все падает на Витебшине а Линевич растет ну Ну и Никитина то же самое то же самое она же была начальник отдела экономики всего лишь всего лишь начальник отдела экономики и чем таким Витебск выделился что она аж замминистра стала экономики вот вот и делайте выводы как что что на эти тезисы можно ответить вот Лукашенко пришел говорит мы сейчас все поднимем популистские выказывания тем он то бог чекайте что будет еще горше или он сказал что будет лепше было бы добро не стало горше а лучше за все будет горше после его слов но насколько людям это вообще важно как ты думаешь вот послушали они его послушали нас может быть даже поверили что правда на нашей стране хотя и как можно не верить вот мы же не придумываем все эти цифры все цифры из официальных источников просто что эти официальные источники их моменте опубликовали сегодня информацию и все в надежде что эти читатели как золотые рыбы да ну вот например была зараз такая кампания по рекламе этих инвестпроектов но то бог и они сказали что на Витеб еще не 35 инвестпроектов за тягом трех годов плануют заработать но то бог один район один проект ну а получилось ну отрималось что они на вот хочет еще больше у нас там 21 район а на 35 вот и справозначились что за 23 год 8 инвестпроектов запустили но то бог олег сколько по вынеку это 147 рабочих мест ну при этом инфографику давал за минулый год за 23 закрылись 20 20 державных предприемств однокожным с которым не менее за 100 человек могло працевать вот 20 державных предприемств закрылся а 8 неких инвестпроектов где там по 3-4-10 человек працевать открылся вот 8 а я выдают як некое достигнение что 8 мы открыли столько предприемства до него не открыли вы столько предприемства ну просто ну там манипуляцией занимаетесь а коли улич ну улич выскольки закрылась ну то бог это ну все сальдо оса негативное я предлагаю на ближайших пару месяцев которые у нас тут есть взять себе за какую-то такую цель задачу попытаться сформировать сформулировать вот этот словарик наш начиная от того что вот с той же лояльностью мы сегодня говорили то есть ну вот мне искренне интересно докопаться до там до людей что вот что их мотивирует что их движет их вот этими записями флешмобов понимаешь на что они надеются что они рассчитывают опять же лояльность мне кажется когда мы там сами какие-то тезисы употребляем некорректные оно там чуть-чуть и нас в заблуждение вот я же говорю мне кажется что все прекрасно понимают что никакой лояльности речи не идет там уже вот это вот минское политическое животное знаешь там раньше оно бегало травку кушало себе спокойно сейчас уже из трубочки кормят и на боку лежит понимаешь и все это все это прекрасно все понимают и в целом всех это устраивает но это же не про лояльность это день просто я до ночи продержаться и пофиг там что будет детям у нас зарплата логика такая я ныне за Лукашенко нечего дайте нам хоть пожить вот вся логика я еще знаешь видел статистику на этой неделе мы раньше показывали употребление алкоголя в Витебской области на первом месте на первом месте да а по колькости захворения вот а по колькости захворения потому что а другая статистика еще была тоже вот видишь цифры разорванные непонятно никто никакой аналитики не делает мы просто вот вырываем какие-то официальные официальные и не сами придумаем цифры а Витебская область там на последнем месте по как это как это как это по ну по деньгам по сумме по продажам не по количеству продаж а по валовой выручке от алкоголя то есть покупают дешевую покупают много но дешевый алкоголь странно что я не знаю они в эту статистику только из магазинов берут или из аптек тоже добавляют цифры там бы тоже я думаю было бы ладно что я думаю что на этом на сегодня закончим к следующей к следующей неделе подготовимся по краске по выборам потому что тема такая она серьезная тут нету простых ответов цель задачи участия просто людей цель задачи участия чиновников нам определиться понять что люди действительно хотят и попытаться какие-то выводы и для себя сделать может быть кому-то будут полезны тоже эти выводы самое главное что точно лично я тоже давно тоже пришел к выводу что в любом случае самое худшее что мы можем придумать это ничего не делать то есть просто сидеть дома это вообще худшее худшее из вариантов любое действие оно так или иначе можно объяснить обосновать и детям и внукам и себе самому я пошел попробовал сидя дома ну да бойкот для системы это на угол было бы самое лепшее пародина населительства когда никто никуда не идёт сидеть на канапах и все такое но это неправильно ну да да это я вижу что некоторые там задают силу таких радикальных закликают что нужно бойкотовать но подается что это такая себе заява ну если ты сидишь дома то ты отказанности не несешь и ничего не потребуешь до Улады это круто ну сиди дома и ничего и не потребуй и не роби никуда не ходи и нас не турбуй но это самое лепшее поводило для Улады это такие выборщик який дома сидеть ну видишь все равно я бы говорил что наверное несмотря на то что это выборы как там по тексту выборы президента Беларуси все-таки тут надо говорить о своем дворе городе семье доме то есть ты в первую очередь просто идешь активность выбора все равно результат понятный цифра понятная все равно она будет нарисована как ни крути и это не значит что не надо принимать участие тут как раз таки принимать участие чтобы у себя на месте что-то изменилось я думаю что мы в следующих созвонов подробнее про это еще поговорим как ни крути подробнее подробнее как ни крути